Статья 282 снова в действии. Так называемых, которые у нас правоискривители, скорее так должны называться, сказал несколько ласковых слов в отношении ФСБ, а именно по ситуации с организацией банд с участием сотрудников ФСБ. Это было около года назад. Действительно, тогда арестовали целую банду, на счету которой десятки убийств, вымогательства, грабежей и так далее. И там заправляли всем сотрудники ФСБ. Это не единственный случай. Ну вот выразился крепко, скажем так, по-солдатски Михаил Анатольевич и за это был арестован, потому что у него в течение года второе правонарушение по статье о возбуждении ненависти и вражды. И вот некий, ну хотел сказать урод, но это женского рода, как-то вот трудно назвать. Следователь получила, следователь Преображенская, такая фамилия, которая совершенно не соответствует функции этой дамы, решил выполнить распоряжение своего начальства, объявила все это экстремизмом. И судья Мордахов, Мордахаев, правильно его называть, принял решение о мере пресечения арест. И вот Михаил Анатольевич должен был оказаться на скамье подсудимых, а я собирался выступать как эксперт со стороны защиты. Ну и что этот судья Мордахов? Приехало, наверное, человек 25 на суд, свидетелей, публики, эксперты со стороны защиты. И этот негодяй, я прямо говорю, что этот судья полный негодяй, моральный выродок и беззаконник, продержал людей в течение трех часов на улице. Теперь в суд вообще не пускают, то есть ожидать в коридоре суда невозможно. По каким-то неизвестным мне распоряжениям, теперь в суд нельзя войти, пока тебя не внесли в какой-то список, и в список этот вносит только судья. Раньше ты предъявлял паспорт гражданина и проходил, правда спрашивали, а куда ты идешь? Ну, в общем, можно было ответить в мягкой форме, но по смыслу не твое собачье дело. Потому что суды, это принцип и общемировой, и российский, что суды у нас открыты. Если суд не объявлен закрытым, то я могу на него зайти. Конечно, не в процессе осуществления правосудия, а когда открываются двери, все могут зайти, потом двери суда закрываются. И ожидай до перерыва, если хочешь зайти. Ну, в принципе, все заседания суда открыты. Гражданские суды, уголовные суды, административные, все открыты. Теперь кто-то такой умник, я думаю, что формально объявляет об этом губернатор, опираясь на какие-то Роспотребнадзорские мерзости. И в результате суд, я не знаю, председатель суда, скорее всего, принимает решение о нарушении конституционных норм. Не имеет для этого никаких оснований. Только мнение, мнение Роспотребнадзора, беззаконный какой-нибудь указ. Теперь у нас губернаторы, видите ли, указы выпускают. Совершенно неправовая норма, нигде не прописанная. Они объявляют указ и нарушают нормы закона. Никаких оснований для них нет. А уж тут люди, которые должны знать закон, защищать закон, передавая закон о защитной деятельности, сами становятся источником беззакония. Нарушают права граждан. Ну вот конкретно судья Мордахов нарушил права граждан примерно 25 человек, которые пришли на заседание суда конкретно к нему, не просто праздно шатающиеся какие-то по судам люди. И вот этот негодяй так решил. Я не могу сказать, вот если я буду на заседании суда, я не могу сказать ему в лицо, что он негодяй. Получу штраф. Вот, как минимум. А то и возбуждение какого-нибудь дела. Ну я в эфире вправе сказать, я не просто критически отношусь к судебной системе имени Ельцина Путина, а я считаю, что это не судебная, а антисудебная система. И все эти судьи, ну мало того, что они назначены, и здесь никакой народной воли нет в том, чтобы осуществлялся отбор именно негодяев. Тренировались они на негодяйство и выносили сплошь негодяйские решения. Но я не сомневаюсь в том, какое негодяйство будет исходить от судей Мордахова. Я уже с ним сталкивался однажды в том же Красногорском суде. Я ему объяснил и четко объяснил. Он должен был вынести оправдательный приговор, что власть не является социальной группой. Ни представители власти, представители вообще не являются никакой группой, потому что это случайный набор. Некие представители, чего они там представляют. Вот. Власть, как такова, не является никакой социальной группой. Тем не менее, он, Ольга Вилкина, вынес обвинительный приговор полтора года условно. Потом, после декриминализации 282 статьи, этот приговор был отменен. То есть, снята судимость, точнее, но это как бы по нереабилитирующим обстоятельствам. Тот прежний приговор не признан ошибочным. И сейчас этот негодяй будет вершить судьбу боевого полковника, награжденного за Афганскую войну, за Чеченскую войну, боевыми орденами. Проходимцы, подонки которых подбирает Путин на судебные должности, это, безусловно, наши враги. Куда, в какой суд не приди, везде ты встречаешь врагов. Везде ты встречаешь врагов в статусе судебных приставов, служащих суда. То есть, там никакого доброжелания к тебе нет. Хотя ты не преступник. Пока не доказано, что ты преступник, ты не преступник. Даже если ты подсудимый. Отношение к тебе в суде, как, если ты просто пришел, даже как свидетель, что ты мешаешь людям работать. Если ты подал иск, ты подал иск, ты мешаешь этим негодяям работать. А работать, то, что они называют работой, это издевательство над людьми. Издевательство под сенью вражеских штыков. Штыков той системы, которая создана олигархией во главе с Путиным в Российской Федерации, которая является одним из самых свирепых отрядов олигархии мировой. Теперь уже несомненно, что существует мировая олигархия, мировой штаб. Это все проявилось в организации псевдопандемии, ложной эпидемии, которая обычную заразу выдала за какую-то совершенно фантастическую. И повсеместно массовое нарушение закона происходит. Массовое нарушение гражданских прав, конституционных норм, не только в Российской Федерации, которая вся погрязла в беззаконии, в коррупции, в измене. То есть, все чиновничество... Вот здесь я обобщаю негодяи-эксперты, привлеченные судьей Переображенской, они обобщают там, где обобщать невозможно. А здесь я обобщаю, я вижу это. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чиновничеством, оно к вам крайне враждебно. Весь мой опыт многолетний в разных статусах обычного гражданина, депутата, я не знаю, участника судебных слушаний. Слава богу, подсудимым, хотя и бывал по административным правонарушениям, опять по всяким там, вы здесь не стояли, незаконный митинг, незаконный пикет и так далее. Вот вся эта лабуда, которую они придумывают, тоже нарушая грубейшим образом гражданские права, она приводит меня к мысли, хотя я, естественно, каждого чиновника на подлость не... А, судьи у нас это тоже чиновники. Вообще, все, что связано с тем, что называется государством, государством не являясь, все, что связано с правлением в Российской Федерации, это все прогнило насмерть. Ну, просто насмерть. Там живого места нет. И здесь я обобщаю, я вот намеренно обобщаю. Все чиновники, по моему убеждению, это мое убеждение, мое мнение, все чиновники тотально враждебны гражданам. Разделение прошло самое жесткое. Поэтому самое подлое в Российской Федерации это преклонение перед чиновничеством, когда есть заискивание человека, который не посвящен туда, в эту так называемую элиту, псевдоэлиту, находится в состоянии раба и начинает заискивать перед чиновниками, заискивать там перед тем же судьей или заискивать перед каким-нибудь мелким клерком и так далее. Вот это рабская психология. Если уж разделение прошло, то мы должны понимать, мы это один народ, они это, ну не народ, конечно, а некое инородное тело, которое присосалось к телу народа. И вот это разделение должно быть жестко. И мы должны им моральные требования предъявлять бессмысленно. Там никакой морали, нравственности, совести, ничего там нет. Но она должна быть, все это, но все это должно быть у нас. Если у нас этого нет, то мы такие же, как они, только в статусе рабов. Мы тогда их обслуживающий персонал. Мы не должны с ними дружить, там, с семьями, или если там ваш родственник какой-то там с кем-то задружился, надо ему сказать, слушай, ты просто негодяй, ты предаешь просто, весь наш народ оскорбляешь и наш род позоришь. Если какой-нибудь ваш приятель стал чиновником, развернулись, все, прекратили с ним всякие отношения. Не надо общаться с ними в сети, не надо с ними дружиться, разговаривать, вообще с ними минимизировать всякие контакты, понимать, что это абсолютно чужие нам люди, и мы должны сами консолидироваться между собой, внутри себя породить те отношения, которые в дальнейшем, когда власть сменится, станут государственными отношениями. Без этого никакой подвижки не будет. А сейчас психология обычного человека не просто в статусе раба, а у него еще и рабская психология. Ну, с такой ситуацией мы никогда не выберемся из этого болота, в котором вот вязнем уже которое десятилетие. Русские должны консолидироваться, снова стать народом. Сейчас ни русские, ни какой-либо другой бывший народ на территории Российской Федерации, народом не является, потому что нет той самой солидарности, которая имеет внутреннюю мораль, внутреннюю самоподдержку и неприятие людей, которые издеваются над народом. Этого нет, надо признать. То есть сейчас русские, ну, когда я говорю русские, я как бы через запятую говорю, и другие коренные народы, это как бы всегда подразумевается, перестали быть народом как таковым. Стали либо обслуживающим персоналом вот этого совершенно потерявшего человеческое лицо, человеческие качества чиновничества во всех, как я тоже здесь обобщаю чиновничество, как все, кто исполняет вроде бы государственные функции, на самом деле функции оккупационного режима. Отделимся от них, сформируем свою внутреннюю этику, вернем себе понимание взаимной солидарности и статуса народа. Тогда будет на что опереться тем, кому все время говорят, ну, вот вы лидеры, вы там решайте. Да нет никаких лидеров, потому что вас нет как народа. Лидер может появляться, человек с качествами лидера, но ему опереться не на что, абсолютно не на что. И я тоже как бы причастившись в этом отношении, и попытавшись стать лидером, и имея какие-то лидерские качества, я вижу, что опора-то, ну, на, там, не знаю, десяток соратников. Все остальное так вот, даже человек вроде искренне готов к совместной деятельности, потом 2-3 года у него там дела, жена, работа, и вообще он устал, успехов нет, и все, не на что опереться. Нет вот этой критической массы, которая создает социальный процесс и политический процесс, перерастает в политический процесс, когда приобретает достаточную интенсивность. А сейчас даже социальных процессов нет. То есть все остановилось, все заморожено. История встала, страна остановилась и разрушается. Ну, колосс такой был построен еще в Российской империи, вот войны, революции, его не разрушили, он еще стоит, еще стоит. А вот эти вот крысы, они обгрызают, обгрызают основание этого колосса. И он заваливается, и завалится. Если мы так себя будем вести вот с ними, то колоссы завалятся. Давайте мы постараемся сохранить историчность нашего народа, и историчность, восстановим историчность нашего государства, то есть участие в мировом историческом процессе, в собственном национальном становлении, в явлении себя как политическая нация. Это возможно только после полного устранения всего путинского чиновничества сверху донизу от государственной власти. Всего. Одномоментно это сделать, конечно, нельзя, но это должно произойти. Не просто ротация, а изгнание сверху вниз, одного за другим. Самое главное – это пост номер один. За него мы должны биться. Мы должны в момент, когда будет происходить смена власти, естественным путем, не законным, а естественным, или противоестественным, каким угодно путем. К этому моменту у нас должна быть команда, которая может рано выдвигать кого-то одного, потому что его заклюют и уничтожат. Но команда должна быть, я не знаю, человек 50, человек 100, наверное, людей с высоким уровнем интеллекта, высокой мотивированностью и солидарностью внутри команды. А все остальные должны эту команду поддерживать. Ее нет, ее попытались создать в 2018 году, но и люди там не очень-то были мотивированы. Даже Грудинин в 2018 году, под которого, собственно, под этот процесс президентских выборов была создана команда, отрекся фактически, отказался. Я впрямую ему предлагал, ну вот есть команда, надо выйти искать, я не один, за мной, вот есть такие-таки это замечательные люди. Он просто струсил. Струсил, потому что это была бы игра всерьез. А он такой плейбой. Ну вот, доигрался, можно сказать. Нам такие игры не нужны. Нам действительно нужна команда народных лидеров, синхронно высказывающая какие-то основополагающие идеи, обсуждать все внутри, в закрытом режиме, высказываться открыто, консолидированно, с одной и той же позиции выступать. И эта группа, эта команда должна быть сначала теневым правительством, потом правительством правящим. Только таким путем мы можем перейти из нынешнего позорного, постыдного состояния к ситуации, в котором страна может вернуть себе статус великой державы, а народу достоинство и достаток. Слава Руси! Господи, спаси!